Человек, который никогда не берет трубку, вообще никогда, никогда. Мы сейчас с Ирой договорились встретиться на завтрак, я только что помыла голову, собираюсь с Арчи, потом я еду на педикюр, потому что я сделала уже себе маникюр, смотрите, кстати, какие у меня красивые ноготочки, такие разноцветные, как какие-то маршмеллоу, не знаю, и я не успела тогда сделать педикюр, поэтому сегодня еду на педикюр и хочу сделать себе ламинирование бровей, очень интересная процедура, я вообще боюсь что-либо делать со своими бровями, я только, наверное, раз в год их окрашиваю краской, сейчас вот у меня лицо вообще без макияжа, даже без крема, и хочу, я всегда, когда укладываю брови гелем, я немножко их так поднимаю наверх, чтобы они были, скажем так, попушистей, хочу попробовать все-таки это ламинирование, потому что оно уплотняет брови, оно их фиксирует, в общем, в целом мне интересна очень эта процедура, у нас вчера была пасха, и это пасочка моей бабушки, я ее уже обгрызла со всех сторон, и хочу сказать, что это самая вкусная пасха вообще, которая только может быть, бабулечка постаралась в этом году, сделала очень вкусную, такую мягенькую, мокренькую даже внутри, сладенькую, вот, и я думаю, что в следующем году мы уже будем печь вместе, будет меня бабушка учить. Доброе утро, я начинаю свое утро с таблетки спирлины. Вот вы просто не представляете, насколько меня достала эта ситуация, когда ты покупаешь авокадо просто вот в таком состоянии, выбираешь, вроде все нормально, но они вот такие. Сегодня у меня очень странное решение, это хумус тосты с огурцом, чесноком и солью, потому что авокадо мой умер. Вдох, вдох, начинаем наклоняться, проворачиваемся, ногу убираем назад, руки в пол, и выдох, поднимаем ногу к потолку, разворачивая таз вправо. Вдох, опускаем ногу, ставим стопы вместе, беремся за колени, выдох, складываемся, прижимаемся к ногам. Вдох, вдох, выдох, вдох, опускаем руки, подхватываем ногу, выдох и раскрываем шире плечи. Вдох, вдох. Получилось пятки дотянуть на короткие тогда моменты? Да, потом обратно пятки вверх, если сложно, чуть облегчается. За головой. Чувствуем, как хорошенько потянула шея. Теперь еще ровнее. Выше колени вытапливаем, полностью разгибая коленные чашечки. Мама пришла, пришла, мамочка, пришла. Ребята, хотела сказать пару слов о йоге. Я недавно написала себе в инстаграме пост, но я знаю, что не все из вас, кто смотрит мой ютуб-канал, к сожалению, подписаны на мой инстаграм. Знаете, я всегда стараюсь максимально полезную информацию для вас рассказывать, чтобы максимально мой канал был полезный, интересный для вас. Что самое главное для меня дала йога? Это то, что я после тренировок вообще выхожу другим человеком, и это мягко сказано. Сегодня на улице очень пасмурно, и у нас буквально дней десять по погоде в Киеве написано, что будет очень плохая погода, а я супер-метеозависимый человек. Я еле шла на эту тренировку. У меня просто закрывались глаза, я как в тумане шла, и первые десять минут тренировок давались мне очень тяжело. Я уже, честно говоря, думала развернуться и уйти, потому что я не могу в такой погоде вообще жить. Пустые десять минут я начала постепенно чувствовать прилив сил, я начала чувствовать, насколько качественно я начинаю выполнять все асаны. Хотя, возможно, кто-то из вас занимается йогой намного дольше, чем я, и видит все мои ошибки, которые я снимаю. Я не профессионал, я сразу говорю, я только, у меня начинающий уровень. Йога очень позитивно влияет как на общее самочувствие человека, так и на его настроение. После йоги никогда не бывает тревоги. Я склонна к тревогам. Несмотря на то, что я избавилась от панических атак, ушла от своего тревожного расстройства, периодически тревога у меня бывает. Я такой человек, и я, наверное, никогда от этого полностью не избавлюсь. Я это, знаете, приняла как то, что это просто часть меня. Я такой человек, и мне от этого избавиться будет не то, чтобы тяжело, а просто, наверное, невозможно и нет смысла пытаться мыкать себя, заставлять что-то делать. Просто, да, у меня иногда бывает тревога, и поэтому, блин, даже как-то так... Вы знаете, бывает день, когда ты просто плохо выглядишь. Если вы давно смотрите мой канал, вы знаете, что одной из основных моих целей в плане занятия спорта была не суперкрасивая фигура, не какой-то рельефный пресс. Основная моя цель и самое мое главное задание было это повысить свою выносливость, выносливость своего тела, чтобы я с удовольствием приходила на тренировку и час-полтора занималась без задышек безумных, без сердцебиения, без обмороков, без помутнений в голове. В общем, чтобы я была максимально выносливая. И йога эта выносливость дает как ничто другое, потому что нет изнурительной кардио тренировки, не нужно поднимать супертяжелые листа, ты просто работаешь со своим телом и правильно дышишь. Также это гибкость. Гибкость для женщины, мне кажется, вообще просто номер один. Я замечаю, насколько мое тело, вот начиная с каких-то первых тренировок, насколько оно стало более податливым, насколько больше у меня раскрываются все мои связочки, тянутся, насколько мне приятнее тянуться сейчас. Потому что раньше, когда я тянулась, я испытывала боль, но сейчас я испытываю такие приятные, расслабляющие ощущения. Асанка. Я человек со сколиозом, и планка для меня была просто невыносимо болезненной асаной. Я когда стояла в планке, у меня проваливался подзвоночник, у меня болела просто безумно вся спина. Сейчас я спокойно стою в планке. Понятное дело, там 5 минут для меня тоже тяжело простоять. Но тем не менее, я правильно выполняю планку, потому что я вижу, как многие люди выполняют ее неправильно. Неправильно держат плечи, зажимают себя очень сильно здесь, не сводят лопатки, не подкручивают позвонок, копчик. То есть очень много разных нюансов, когда я выполняю технически правильно планку, и поэтому мне намного-намного легче и приятнее ее делать. Также после йоги всегда, когда выходишь, ощущаешь какую-то легкость в своем теле. Тело потянуто, тело растянуто, у тебя ровненькая спиночка и какая-то вот такая вот легкость абсолютно во всем. То есть тебе не тяжело нагнуться, не тяжело там встать на носочки. То есть ты настолько размял свое тело, что присутствует какая-то вот неописуемая такая легкость в организме. Один тоже из самых таких важных, классных пунктов в йоге, ты постоянно видишь прогресс. Например, когда ты ходишь в зал, ты не всегда видишь прогресс. Например, когда ты занимаешься каким-то, ну как бы ты видишь прогресс в плане, его очень тяжело добиться. В йоге ты каждую тренировку, ты выполняешь все лучше и лучше, ты выполняешь все больше и больше, ты выполняешь осознанней. И этот прогресс приходит намного быстрее, чем в каком-либо другом виде спорта. И теперь самое главное. Мне очень многие пишут, я ходила на йогу, но мне вообще не понравилось. Это вообще не мое. Стоишь в одной позе, что-то там дышишь. Я ничего не чувствую, я не вижу результата на своем теле. Я вижу колоссальный результат на своем теле. Да, у меня нет супер каких-то крутых кубиков, я для этого просто отдельно качаю пресс. Хотя в йоге очень много есть упражнений на пресс. И пресс, если правильно выполнять упражнения, пресс практически всегда задействован. Да, вы не накачаете себе огромную попу, как в зале, но для этого я специально приседаю отдельно дома с резинками. Но йога это, как я уже писала, это высокоинтеллектуальный вид нагрузки. Это тренировка для людей с высоким интеллектом. Это не просто приседать, тупо приседать. Это такая практика, в которой вы развиваетесь. Развивается ваше психоэмоциональное состояние, развивается ваше ментальное состояние. Вы все время находитесь с одной стороны в расслаблении, с другой стороны в напряжении. С одной стороны в статике, с другой стороны в каком-то активном положении. Точно так же ваш мозг. Иногда он расслабляется полностью, получает удовольствие. Иногда он думает, чтобы правильно выстроить свое тело, стать в правильном васану, посмотреть в правильное место, правильно расположить свое тело. Поэтому это очень реально высокоинтеллектуальная нагрузка. И почему же люди не хотят ходить на йогу? Почему те, кто приходят туда, она не нравится? Во-первых, очень многие сейчас ходят на йогу в обычных фитнес-клубах. Типа Спортленд, Спортлайф, там еще какие-то. Там, я не знаю, вот в России у вас тоже, наверное, какие-то такие комплексы есть, где абонемент на год стоит 100 или 200 долларов, который совсем дешевый. И там обычно вот эти вот инструкторы, они преподают и йогу, и танцы, и пилатес, и растяжку, и еще что-то. Это просто они берут на работу человека, у которого есть там какое-то образно-спортивное или танцевальное образование, опыт какой-то и все. Такая практика, для которой нужна особая подготовка, и просто человек, который где-то там прошел какие-то курсы, нет. Должна быть правильная йога школы, должны быть учителя, должно быть развитие. И только тогда, когда человек умеет правильно преподавать йогу, ну вы влюбитесь в нее, я вам гарантирую. И второй момент, если вы уже пошли в хороший клуб, где преподают правильно йогу, да, вам важно подобрать своего йога-тичера, человек, который вам будет подходить по эмоциональному состоянию. Вот. Я всегда думала, что ты выбираешь себе вот этого человека и с ним идешь. Но недавно я задумалась о том, что нет смысла выбирать одного человека. Есть смысл всегда ходить к разным, учиться от одного брать одно, от другого брать другое, третье, пятое, десятое. Кто-то очень классно покажет технику, кто-то очень классно покажет динамику. То есть здесь, в общем, куча разных моментов, аспектов. И я советую вам ходить к разным. От того взял что-то, от того взял что-то. И тогда вы получите классный результат, получите классное удовольствие. У вас будет мотивация. И да, и вы будете себя чувствовать просто замечательно. Я еще планирую снять видео на тему йоги от панических атак, йога от тревоги. Мы с Дашей будем разбирать отдельно каждое. Она прочитает маятником, какие упражнения специально будут подходить для людей с этой проблемой. Потому что, живя в огромном мегаполисе, рано или поздно каждый сталкивается с проблемами. И от этого идет вся эта тревога, неуверенность, панические атаки. Поэтому этот комплекс будет супер важен для всех. Также я хочу сказать, что если вот в Киеве, да, куда пойти на йогу в Киеве? На левом берегу я хожу в студию, которая называется The Change. Те, кто из Киева, это Ленинградская площадь, район Ленинградской площади. Я ходила, наверное, уже ко всем, кто там преподает, кроме силовой йоги, потому что я на нее еще не готова идти. И я в полном восторге. Я занимаюсь, я хочу, для меня самое главное, это сходить на йогу. Это самый приятный процесс. Я туда просто бегу, реально, потому что я знаю, что я получу там удовольствие. Я очень рада тому, что у меня такое классное хобби, именно йога. Я вам оставлю ссылку внизу, если кто-то из Киева хочет пойти попробовать йогу, качественную, правильную йогу, когда тренер будет объяснять асаны, будет называть их названия, как они называются, показывать технику правильно. Самое главное, дыхание, вообще пранаяма, начать свою тренировку с пранаяма, это самое идеальное. Никто в фитнес-клубах вам не будет давать настоящую йогу, как такие, знаете, про, учителя про, которые на уровне выше. Вот. Так что я немножко вас подгрузила йогой. Сейчас пойду в душ, буду готовить себе обед, покажу вам, что я сделаю себе, хотя пока еще не знаю, что у меня там носки валяются. Арчи растягал по квартире. А вот. И лицо светится, и все хорошо. Я так, вот реально, я настолько вот всем советую пойти на йогу, особенно если какие-то психоэмоциональные состояния, тревожное расстройство, малоактивный образ жизни или кардиофобия. Потому что у меня тоже была кардиофобия в свое время, это страх того, когда у тебя поднимается пульс. То есть я не могла бегать, потому что у меня поднимался пульс, мне казалось, что я сейчас умру. А йога, она за счет вот этих вот плавных движений, но силовых, она хорошо тренирует сердце, если правильно заниматься. Поэтому это просто, знаете, такое лекарство, хорошее настроение, красивое тело в одном флаконе. Смотрела, что из холодильника остался салат. И я сделаю себе салат с тунцом. Я не очень часто его себе делаю, потому что все-таки вот этот консервированный тунец, не знаю, насколько он полезный. Ну, я просто люблю его вкус. Параллельно здесь вырвить яичкам, потому что мне кажется, что вот тунец очень классно сочетается с помидором, с луком, которого у меня, к сожалению, нету, и с яйцом. Параллельно здесь вырвать яичкам. Больше всего нравится. На вид тунец очень даже, кстати, симпатичный. Посыпала своей самой любимой переправой чеснок с солью, добавила немножко оливкового масла, вот такое вот у меня было уже закончилось, я сейчас последние капельки вылью. И сейчас положу туда яичку. Вот это вот мои любимые яйца, когда они немножко-немножко недоварены внутри, когда желточек чуть-чуть такой жаденький. Вот, так что, ребята, спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь, оно для вас было полезным, понравилось вам. Я сажусь обедать. Всем приятного аппетита, кто обедает тоже. И да, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы смотреть и не пропускать новые видео. Всех целую, пока-пока.